Какая верхняя одежда будет самой модной осенью 2024 года? Разбираемся вместе! Всем привет! Вы попали на канал RESTYLE STUDIO. Сегодня с вами Настя, стилист уже 12 лет и студент магистратуры по истории и теории моды. Подписывайтесь на наш аккаунт, если тема моды, стиля и профессии стилиста вам интересна. Это очередное видео из нашей серии про тренды, и здесь мы с вами анализируем показы, обсуждаем тренды и выявляем, что будет самым модным в этом сезоне. Я расскажу, какими брендами вдохновляться и, конечно же, где найти те вещи, о которых идет речь в видео. Чтобы ролики не были бесконечные, я помещаю в видео только несколько примеров. Эти примеры и еще гораздо больше будут ждать вас в гайде, который мы подготовили с командой. Он бесплатный, с кликабельными ссылками и все вещи из сегодняшнего видео, и даже больше можно будет найти там. Он ждет вас в описании под видео, а мы переходим к самым модным моделям верхней одежды осени 2024. Первая трендовая вещь – это двубортное пальто. Двубортное пальто – это вещь, хорошо знакомая нам, а актуальная уже десятки лет. Основная характеристика двубортного пальто – это два параллельных ряда пуговиц. А вот крой, цвет, ткань могут быть очень разными. Вообще, двубортное пальто имеет военные корни. Изначально это была форма военнослужащих, особенно офицеров, и нравилось оно им, потому что оно хорошо защищает от ветра и холода. Но, как и многие вещи, она вошла в обиход и стала частью нашей повседневной жизни. На подиумах были десятки вариаций, давайте смотреть. Такое укороченное у Альтузарра, у Ами с отсылками к происхождению пальто в виде металлических пуговиц, у Ботега Венета – двубортные разного силуэта, и округлые, и прямые. У Шанель вообще разнообразие пальто, разной формы, длины, дубленки, также двубортные. У Диор практически вся верхняя одежда была двубортная. И пущу по экрану еще несколько луков с показом, чтобы вы увидели, насколько их было много в разных брендах. Буквально по несколько вариантов буду ориентировать вас по магазинам, остальное будет ждать вас в гайде. В Снежной Королеве встречаются и устаревшие вещи, но есть и очень актуальные, очень хорошо выполненные, так что за этой категорией туда точно можно обращаться. А в Сэйла такое приятное серо-бежевого цвета, пара вариантов из Лайм, одно на Сэйле и одно из новой коллекции. Очень красивый вариант Волви Нит, кстати, оно двустороннее, и у них же очень красивый двубортный жакет с шалевым воротником. Просто роскошный тренч Вендетта от Outentiments, у них же укороченный жакет, а также двубортный. Симпатичный базовый вариант нашелся на Wildberries, и у Be Free примерно в той же ценовой категории. Пусть вас не смущают приходы света, это очень солнечный день, в который мы говорим про верхнюю одежду, но надеюсь, это не мешает просмотру. Ну и вот это очень красивое, жизнерадостное желтое со скидкой у Леся Небо. Вторая вещь это пальто Макси. С одной стороны это теплая базовая вещь, а с другой стороны оно всегда выглядит очень эффектно. Заканчиваться это пальто может на нижней части голени, также оно может быть до щиколоток или вообще Макси. Но, конечно же, практичнее всего, если оно достает вам до щиколоток или чуть-чуть короче. На самом деле это пальто гораздо более универсальное, чем кажется на первый взгляд. Ну, например, надеваете вы джинсы и джемпер, пальто Макси сделает ваш образ роскошным, даже такой простой. Надеваете вы деловой костюм, пальто Макси тоже отлично впишется. И даже если вы надеваете коктейльное платье и собираетесь на мероприятие, там пальто Макси будет суперуместно. На показах были разные интерпретации пальто Макси. В основном на показах сейчас бренды уходят от экстра объемных оверсайзных форм, а в пользу прямых и даже более узких пальто. Давайте посмотрим примеры. Ну вот у Калькатерра были оверсайзные, но это скорее исключение, чем правило. Вот посмотрите у Каролины Эрера с узкой талией и четкой линией плеча, более женственные. А похожие, но еще со скругленной верхней частью плеча, со сложной у Дрисваннотен. Прямые со слегка расширенным плечом у Армани. А похожие у Гошер. И с пышными нарядными рукавами у Генни. И сразу посмотрим примеры из магазинов. Красивая Макси, она же кстати двубортная есть в Оссум Туссом, и сейчас там скидка 25%. А Дримвайт с красивым плечом и в елочку. И у них роскошная винная без лацканов тоже Макси. В Базилика оверсайз Макси из Кашемира. Это будет очень тепло и очень красиво. В личи похожий, но бюджетный вариант. Бренд Эклата любит такую длину. Здесь бы я обратила внимание на тренчи Макси. Особенно хаки и коричневое пальто со скидкой. И Ануко. Их фирменные широкие плечи, плюс длина Макси. У них есть такое пальто с названием Перекур. Следующий тренд, он немного необычный, потому что такого повального количества пальто этой формы на подиумах не было давно. И это пальто овального силуэта. Оно имеет либо скругленный силуэт кокон, либо оно может быть округлым за счет скругленного плеча и объемного рукава. Давайте посмотрим, как это выглядело на подиумах. У Гуччи в ярких оттенках, особенно голубое лаковое и оранжевые тона. У Ботега более базовые и немного ретро за счет этих кожаных воротничков отложных. И еще мне нравится вариант у Карвен. У них как раз вот эта история, когда округлость силуэта создается за счет красивой формы рукава. Давайте посмотрим, как выглядят примеры из магазинов. Снежная королева пальто со скидкой с явно читаемым овальным силуэтом. У бренда с не самым поэтичным названием помпа, вполне симпатичное, красивое пальто кокон. Миди и экстра базовое у Unique Fabric. Шикарное пальто, зауженное книзу в синем цвете у All Vignite. Оно, кстати, с кашемиром. У M-Claw, тренч короткий, который вот за счет пояса приобретает эту скругленную форму. Gate 31, отличный вариант. И у New Self скидка на пальто бренда Erika Cavallini. И вот оно как раз будет смотреться округло за счет своего рукава. Если вы смотрели наше предыдущее видео, то наверняка вы знаете, что самым трендовым принтом является леопард. Так вот, главной вещью в леопарде было леопардовое пальто. Поэтому это наш тренд номер 4. Чаще всего это было достаточно свободное пальто Midi или Maxi. Леопарда не надо бояться. Это достаточно применимый принт для повседневного гардероба. Неважно, носите вы casual, деловой, романтический или даже драматический стиль. В любом случае леопард впишется. Главное найти правильный крой и правильную цветовую схему и размер этого принта. Смотрим показы. У Blu Marine крупный леопард, заметный. У Balenciaga тоже крайне заметная шуба Maxi. У Selene в стиле 60-х. Такое овальное от Michael Kors. Да, сразу тоже два тренда в одном. И какое-то безумное роскошество от Roven Rose. И покажу пару мужских показов. Тут тоже отличные примеры и ахроматичность у Dolce & Gabbana, и красивая версия принта у Dries Van Noten. И смотрим, что в магазинах. А классный хлопковый тренч есть в новой коллекции в Lime. Он только появился. И у них есть пальто на скидках, но здесь, если успеете поймать, по-моему, оно только в наличии в магазинах сейчас. Роскошное, роскошное пальто на скидке восемь тусом. 12 Stories, достаточно спокойный леопардовый принт. Улича силуэтная тоже. Черно-белый принт очень легко будет сочетать. Правда тоже мягкий, достаточно спокойный принт. И последнее из Idol. Здесь также черно-белый принт достаточно спокойный. Вот эти последние вариации будут максимально легкими в сочетании. Один из стабильных трендов это кожа. Она появляется на показах всегда в сезоне осень-зима. И вот в этом макро-тренде уже отпочковался микро-тренд. Это кожаный плащ или кожаное пальто. На самом деле это отличная альтернатива привычному тренчу. И здесь совершенно не обязательно выбирать какой-нибудь черный лаковый, как у Trinity. Или вариант, как у Rocker из 80-х. Присмотритесь к разным фактурам. Матовое, лаковое, шероховатое. К разным оттенкам. Оно может быть светлым, оно может быть ярким. Ну и подойдет здесь как натуральная, так и искусственная кожа. Помните, оба этих вариантов имеют свои плюсы и свои весомые минусы. Поэтому решайте вам по своим этическим принципам. А мы посмотрим, что у нас на показах. Предлагаю начать с тяжелой артиллерии. Это золотой плащ от Anquas. У них же цвет морской волны. Тоже очень красивый вариант. У Claya такие ретро, как будто бы из 19 века. У Эрмана Шервина, женственно и с вышивкой. В цвете сливочного масла у Gucci. Интересные в цвете борду и в черном у Kate. И еще пущу подборку по экрану. Таких плащей было действительно очень много. А мы посмотрим, что у нас в магазинах. Так, где у нас? Ага. Пара вариантов от Eclata. И один, кстати, из них. Он, конечно, короткий, но он очень похож на те, что мы видели на показе Clue. А тренч из искусственной кожи тоже на скидке в Studio 29. А для смелых есть лаковые плащи в черном и оранжевом в Yvonne. И очень симпатичные варианты в разных оттенках. Есть в Furley. Они все из искусственной кожи и все по-своему хороши. Наша шестая вещь это пальто-пиджак из плотной ткани. Мне очень нравится этот тренд, потому что это удобно, это комфортно. И такая вещь будет сочетаться с чем угодно в вашем гардеробе. Он поддержит как обычные джинсы, так же и классические брюки, так же какую-нибудь безумную юбку-пачку. Можно выбрать какую-то базовую модель. У меня, например, такой в темно-сером цвете. Но на самом деле фасон простой, поэтому можно разгуляться и выбрать что-то яркое и заметное. На подиумах были такие в разных оттенках. И как более нейтральные строгие, более объемные, округлые. Ну, здесь, наверное, мы отдельное внимание уделим только бренду Prada, потому что у них такие пальто-жакеты составили просто основу показа. И, конечно же, посмотрим, как это выглядит в магазинах. У Dream White много таких вариантов. В таком бордово-коричневом цвете. Темно-бордовое двубортное. Один из самых красивых вариантов это в полоску без лацканов. У All We Neat из новой коллекции один есть. Но мои фавориты, те, которые на скидке. Это песочная, на него скидка 50%. И очень красивый оттенок синего на скидке 60%. Самые красивые и нежные у Nude Story. Хороший базовый вариант в Lime. И пара красивых оверсайзных вариантов из форма. И последний тренд верхней одежды это пальто плюс шарф. Излюбленный стилевой прием, показав осень-зима 24-25. Это совпадение шарфа и ткани, и цвета пальто, либо какой-то другой верхней одежды. Конечно, не обязательно искать в магазинах точно совпадающие две вещи. Или покупать именно такой вариант. Хотя я, конечно, их дам. Но на самом деле, если у вас какой-то крупный заметный шарф, то можно просто просочетать его с пальто. Если там есть какие-то похожие признаки, какие-то похожие оттенки. Тоже это будет отлично смотреться и вполне будет в тренде. Мы на самом деле с вами про этот прием уже говорили. В десяти главных вещах осени. Поэтому надолго останавливаться не буду. Просто покажу пару картинок. Очень красивый вариант тон в тон у Альберто Ферретти. И подобных вариантов было много. Красивая стилизация и выбор шарфов у Ума Вонг. И вот это еще с такой золотой брошью красивой. Тоже вот вариант, когда не обязательно, чтобы совпадало идеально. Но главное, чтобы был какой-то общий цветовой мотив. И интересно поработали с более миниатюрными шарфами. Но может быть такой прием вам больше понравится. Мил-мил. Но еще один покажу вариант. Это Роуэн Роуз. У них отличная стилизация. И они дополнили свои пальто и тренчи такими шарфами. Они такого же цвета, но более светлые по тону. И вот один вариант, где это прям попадает в тон верхней одежды. Из магазинов такие достаточно нежные есть у Ньют Стори. Шикарная Макси Учукс в двух цветах. Еще такой вариант есть у Лайм. Оно сейчас на скидке, но надо ловить. И Финфлеер. Итак, мы поговорили про 7 главных предметов верхней одежды осени 2024 года. Я очень надеюсь, вы нашли для себя интересные идеи. Я напоминаю, что все вещи, которые я показывала, заботливо собраны в гайд с кликабельными ссылками. И это лишь часть вещей. Там их гораздо больше ищите в описании. И там же вы можете найти ссылку на лист ожидания на следующий поток курса стилист. А мы сегодня на этом заканчиваем. Пишите, какой предмет одежды понравился вам больше всего. И какие видео вы хотели бы еще видеть на нашем канале. Всем спасибо. До свидания.